продолжаем наши действия такие разные вы простите меня с афганистаном больше часть моей жизни самый лучший как ни странно на войне мне бы хотелось сегодня еще успеть реально презентовать эту книгу вы все там прочитаете лирику всю она разные чего-то здесь читал вот лирика паническая ностальгия свойственно всем да кто всю жизнь живет радостно не вспоминая прошлого не бывает таких людей а если нет то это не знаю кто это уже с альцгеймером в обнимку они ничего не помню ничего не знают и они веселые они улыбаются так что вот вот такое вот стихотворение небо все позабыть да и плюнуть со смехом можно все объяснить неудачи в судьбе зачем объяснять я затем и уехал чтобы здесь разобраться хотя бы в себе это за что меня прозвали деревенщиком поэтому я очень этому рад ну да деревне где похоронены мои предки где лягут куда-нибудь и я там рядом с отцом вообще замечательно с края кто хоть раз туда проезжал там строился потом и или ехал бы сказать так и в полуночный час без хрустального звона без веселых друзей без забот и без дел я бы выпил сейчас ну хотя бы самогона только пить в одиночку всегда не умел так учил меня дед восемнадцать годочков почему-то боясь за меня дурака чтобы не было внук ты не пей в одиночку даже если устал даже если тоска все заветы забыв наливаю и пью за друзей за войну за хорошие песни такую далекую юность мою за тебя за любовь и за все это вместе брату посвященный ребят доставки покой шнурок висит он и все я же его не замечаю лан спасибо у меня брат есть названный добрый он тоже участник этой книги он из мюнхена где давно пребывает а до этого он был он сама себя писал все рассказал книги от от правды этот верстак описал правда свободы он век свободы не слыхать он штатный сотрудник радио свободы ветеран холодный военник он про себя пишет радио свобода это цру на обучение в америку здесь но его за связь с как бы он сам белоруссии и вот ему много лет я писал а он все ругался жутко и жаловался что я никак не допишу и вот среди всего прочего доделал то я нашел это и дописал он общается мы с ним с мюнхена у меня скайп не работает через ольгу алексеевну он прислал написал одно хорошо амнистия вот от чего даже на что мне пришла амнистия у нас профессия одна у нас профессия война и чтобы миролюбы не плели кому-то надо воевать а это значит убивать но это все не мы изобрели но мы с тобою знаем брат что и перо и автомат имеют силы смертного свинца и не кончается война что человечество до нас рождения и до самого конца а мы работники войны служить и век обречены валерию канавалову посвящается виктор дорогой мой прости меня эту песню я сделал там до конца немножко по-другому боевым друзьям из вымпела из альфы из гру все кто является комитет госбезопасности все кто исполнял исполняет свою долг за рубежами нашей родины но вот есть некоторые исключения нюансики так что называется я прочитаю лучше кому-то канары кому-то гавайи и ясный безоблачный день а я вот такую профессию знаю где ценится сумрак и тень незримость присутствие смысл работы задача обусловленный круг гораздо нужны и хорошей погоды плохая погода мой друг плохая погода нам поможет отварский глаз бережет туманом укроет снегами завьюжет следы наших ливнем сотрет и с неба и с моря и зра и ада придем мы не слышно как тень туда куда родина скажет нам надо чтобы новый затеплился день чужая земля под крылом самолетов бессмертие распахнутый люк что может быть лучше хорошей погодой плохая погода мой друг объект охраняет особая рота таких не возьмешь на испуг вот тут ты лучше хорошей погоды плохая погода мой друг пускай нас сегодня не видят не слышат но долгие годы пройдут и может быть вспомнит а может напишет а может быть даже споет о том как сражались в любую погоду как прадеды их и отцы невольники чести солдаты свободы специальной разведки бойцы всем ребятам из вымпела это не совсем вот я уже пел ее читал стихи песни она не долгая получилась сокращать не очень не хочется дед действия писал но вы знаете все высоцкого охота на кабанов охота на волков да я не то что ненавижу заскоки у каждого но если ты хочешь хоть пострелять вон чечня под боком сирии езжай охотись на двуногих а убивать зверей теплокровных тем более даже вон иначе иногда собьешь на дороге ночные сов совы сидят маленькие она умирает а у меня слезы из глаз то уже переехал это не наша жизнь наше право ее забирать поэтому я написал хорошим исходом баллада тамбовском волке я прочитаю поймете почему охотики меня конечно осудят но охотиться на равных а не надо стрелять всех с вертолетов бронетранспортеров джипов вот такая баллада тамбовском волке наст кривыми костями ломая заметалась по не кустая стая серых волков завывают смертельным испуге и щенки и матерые суки перед линиям красных флажков я вожак но сейчас не до власти все смешалось и в общем несчастье каждый сам за себя видно время подходит к финалу вон подруга с разбега упала кровью снега багря рвут собаки охрипшие глотки насмерть режут щенков одногодки кто сильнее тот и прав ну а мой персональный соперник с рваным голом горлом свалился под ельник ты отбегал свое волкодав пусть снега мои раны кровавят нами общая ненависть правит не в обиде я на и гирей я ведь тоже не брезговал часом человеческим приторным мясом и соленую кровью людей нашей стаи хранилось поверье как однажды двуногие звери в этих темных тамбовских лесах словно в бешенстве разум теряя шли с оружием кровь проливая брат на брата и сын на отца чем же люди мудрее чем волки человек без ножа и винтовки так беспомощно слаб пусть великом земном мироздании нет хитрее и злее создание но не царь он природы араб я бы мог отлежаться в сугробе затаившись беселье злобе только нет не хочу и последние силы теряя я ползу под флажками ныряю что в глаза заглянуть палачу тот который на номере третьем вдруг меня удивленно заметил и решил что ему повезло он глядит сквозь прицел и не знает что я сам свою смерть выбираю всем двуногим на зло он достанет меня с полста метров с упреждением по ходу и ветра они он так сосед волк для них просто серый разбойник но я тоже бывалый охотник и не только вид сер но и сед он расскажет потом на досуге и щенкам своим кровным и суки как был меток его карабин пусть клыки мои временем стерты но со мною почти полумертвым он не выйдет один на один вот прицелился спуск нажимает но как это нередко бывает вместо выстрела только щелчок что задергался бравый охотник смятой гильзы и заклинин патронник мы на равных теперь дурачок ах как страшно сейчас человеку не сбежать по глубокому снегу даже нож не спасет псы его разбежались по полю а до него мне прыжок лишь не более и посмотрим кому повезет лоб мой от напряжение вымок все последние силы на вымок цель открытый кадык губы вздернулись вверх над клыками он пытался закрыться руками но был короток сдавленный крик дальше ветер и снежное поле там за полем чищу боеволя мне бы только успеть а за мною убитые дети и охотник на номере третьем кровь за кровь проигравшему смерть деревенский цикл будет песня может быть не знаю по деревне не пройдешь без валенок деревенский цикл старые песни давнишние закончил нашел разыскал случайно запыленные передел конечно 21 рывок все это не тогда и мне не 15 не 16 на даже не 20 по деревне не пройдешь без валенок и куда ты только не взгляни белый снег до самых до завалена белый снег по самые плетни только речка плещет в перекатах перекатом холод нипочем да висит туман голубоватый над незамерзающим ручьем ранний месяц половинкой бублика светит на излучин реки догорят окошки в синих сумерках да висят над трубами дымки здесь зима хозяйствует по правилам здесь она лекарство для души словно переписывает набило в чем-то не удавшуюся жизнь а в москве сейчас сугробы грязные грязные автобусы трамвай и с тобой мы такие разные все равно возьми да приезжай здесь снега не липкий не вязкий и могу поклясться наперед что твои сапожки итальянские ни снежинки здесь не попадет я тебя по деревенской улице донесу до дома на руках а про то что в служу не целуются выдумали те кто в городах печку бросим в чурочек осиновых в россыпи рубиновых углей будем пить при свечках стериновых подогретый розовый портвейн вот такие лирические называется русалка на заре июньска ежедневно рыбаков дразня на берегу бродит босоногая царевна по вечному колкому пульт песку говорят приезжие не знаю нет ни капли городского в ней вся она такая золотая от косы до маленьких ступней и пока она не появилась не сбежала за горы вниз время будто здесь остановилось меж ночных и утренних границ местный конник рыболов бывалый бургнул пряча в речку судака вот смотри пришло и заклевала а досель как вымерла река и прикрикнул на мальчишку сына намертво запутавшую сеть ну чё раздявился дубина ты ловить пришел или смотреть она сняла халат и осторожно оглянулась не видать ли нам и рассвета первая дорожка по воде легла к ее ногам в речку скок теперь гляди не жалко золотые волосы в разлет и уж не царевна а русалка по зеленой заводе плывет я и сам своей лачонки зыбкой все забыв сижу и не дышу обернется золотой рыбкой я ее о счастье попрошу вот на берег вышла отряхнулась завернулась старенький халат и пошла себе не оглянулась по тропинке старый барский сад и запела или показалась не догнать теперь ищи свищи и ушла она а нам осталось лето солнце утро или щи есть не знаю сам о чем тоскую что я в нашей жизни потерял я потом всю жизнь свою шальную на нее похожую искал не нашел да дело и не в этом разве можно чудо повторить просто были бы и было лето время верить в сказки и любить ты уйдешь перед самым рассветом завернувшись в пуховую шаль с тобой уходящего лета станет нет до безумия жаль разметается крик журавлины над похмельной моей головой и до срока нальются рябины не остуженной кровью живой я быть может не сразу поверю как пытаюсь не верить теперь ощущение вечной потери среди временных прочих потерь и пороще уже не зеленый буду я как слепой пилигрим все бродить ни в кого не влюбленный и грустить что никем не любим так дойду на ручья до ручья на поляне и сквозь мелкий приливчивый дождь вдруг почудится в сизом тумане будто ты мне на встречу идешь а когда на вождение исчезнет из-за речи от мокрых стогов звучит очень странная песня без конца без начала без слов белая гвардия но люблю эту тему потому что это когда-то давно мы значит спокойно володи зайцова татьяна шпилева было и было музей военного института на красок азарменный мы решили театр военной песни создать и взялись не рассчитав конечно силы за полную поэтическую значит у вас это выхождение по мукам я решил что я буду белым движением заниматься всему и тем более мне нужно для того что всегда было нужно посмотреть а чего у нас такие напасти то откуда ноги растут у всех наших революций что было потом ну улыбился далеко тем более шпагоны снял мог занимать чем хочешь набрал книжек сидел читал белая гвардия это трагедия наша трагедия белой гвардии трагедия россии а вот туда пришлось откуда дальше но туда не буду там вообще в дальние далее до христианскую русь и поэтому болтовню которую несут с экранов ничего не знающие ничего не понимающие по школьным программ для и г подойдет для меня нет просто не хочу я все слушать вот такая ваша измените там попробуй без пропуска ну но так делали пушкин делал лермонтов дел не верите могу читать на следующий раз сплошной мат ну почитайте говорили ада там рефутации какой этого пушкина у лермонта рефутации господин беранже за то что мы взяли париж не важно но так как и это не я это если внимательно почитаете хождение по мукам это белого офицера без прощальных салютов без тризны неизвестность ничто в забытье мы как блудные дети отчизны но всегда покидаем ее а за нами пожаров зорнице полыхают в пол неба огнем и кричат ошалелые птицы над своим разоренным жильем время вышло и путь наш закончен словно вещи сбывается сон и остатки истерзанных сотен ковылями уходят за дон дальше к морю а там на босфоре под чужую гортанную речь отрыдаем великое горе и мосты поторопимся сжечь мать россия отчизна не мыли сотни лет нерушимом строю жизнь кровавых боях не щадили за бессмертную душу твою так заряди какого же дара ты поверила сказке опять и легла под жида комиссара как трактирная старая мы и сами прощения не просим ни за душу твою ни за плоть в эту злую последнюю осень нам греха не отпустит господь смертен грех тот и как не молили бог не вне и не принял молений людей только там в синеве над россией богородица плачет по ней спой поручик про карию очи под гитарную струнную медь в этом мире больном и порочным больше нечем сердца отогреть что грустите еще нагрустимся воевать не пиры пировать выпьем братцы споем и простимся завтра снова идти умирать это тоже из того же цикла вот эта тема она без конца начал ее подъясал туроверов на острове лемнус в изгнании он много написал замечательных стихов и одну вы помните фильм уже два товарища там был поручик морозов там был поручик высоцкого которые потом были песни много я свой вариант написал вы поймете о чем я не буду прощай мой конь ты другом был и братом мы один с тобою помним бой я не стану нынче виноват нет перед россией и перед тобой мы хлеб с тобой делили и попону пусть шрамы нашу кожу иссякли ни я ни ты родному эскадрону бесчестия в боях не принесли я не прощал противнику ошибки подмолниями сабельных клинков а ты в лихой каврилийской шипке кусал и бил копытами врагов ты не привык к другому господину и я тебя родимый не менял а потому за морскую чужбину не поплыву без верного коня ты не дрожишь как кляч под попоной на черта нам стамбул или париж есть в барабане кольта два патрона ты понимаешь ты меня простишь он у тебя пел эту песню так это эта песня не важно кому она называется прощание офицера не важно кому офицер не офицер в такой войне куда но уходят уходят в бои за родину уходят по приказу уходят куда и прощают с любимыми вот это такая песня прощание офицерское прощание ты не плачь ты не плачь ты не плачь не грусти не грусти не грусти дорогая подруга на прощанье покрепче меня обними пусть недолгою будет разлука на прощанье покрепче меня обними пусть недолгою будет разлука Эшелоны на запад уходят гудя Пахнут дымом ремни портупеи И еще раз сказать, как люблю я тебя Может, статься уже не успею И еще раз сказать, как люблю я тебя Может, статься уже не успею Я запомню последних ночей забыть ее У костра под лихой на пригорке Я запомню, как бьется сердечко твое Через ткань полевой гимнастерки Я запомню, как бьется сердечко твое Через ткань полевой гимнастерки Пусть не долгое счастье, а смерть без конца Так и жди от фортуны подвоха Ноль стучать в унисон будут наши сердца До последнего самого вздоха Но стучать в унисон будут наши сердца До последнего самого вздоха Это трудное дело Прощаться любя Уходить на войну офицеру Но идем мы на бой за страну За тебя, за любовь, за надежду, за веру Так не плачь, Жень, не плачь Ты не плачь, не грусти Не грусти, дорогая подруга На прощанье покрепче меня обними Пусть недолгою будет разлука На прощанье покрепче меня обними Пусть недолгою будет разлука Аплодисменты Спасибо Еще одна белогвардейская Белая Красная гвардия, белая гвардия Но если знать историю То крови по руки в крови били Было и у Красной гвардии И у белой гвардии Да всегда у нас Самая страшная Гражданская война Кровь пьется Не там Кто приказ отдает А здесь Древний поговор Горь хохлов Паны дерутся А у холопа Че бедрящие Вот не нравится мне Что происходит сейчас Просто не нравится Не знаю, как вам Мне жалко братьев И украинских братьев И сербских Если такие братья У нас когда-нибудь были Уж совсем попуасы Из Новой Глинеи Нам не братья никакие А что там происходит В Сербии Это гражданская война ИГИЛ-ИГИЛ Но забыли А ИГИЛ-то кто? Те же самые Сирийцы Те же самые И плюс Брод со всего мира Ну-то как у нас Так что Вот это еще одно Нет, это Стихи Не песня Мы уходим на юг Краю Русского моря Кстати Впрочем, русское Черное море Раньше давно-давно Называлось Русским морем Это исторически Известно Понфьевксинский И все такое прочее Это греки потом придумали Русское море Наше море Великое море Мы уходим на юг Краю Русского моря По замерзшей стерне Наши кони бредут Позади нас Россия Седая от горя Впереди перекоп И последний ряд Кто бы молитву прочел До священника нету Он зарублен вчера В аргергардном бою Половине из нас Не дожить до рассвета И в холодной степи Встретить долю свою Офицерский наш полк Порядевший до роты Ты поход ледяной Отрубил до конца Мы отныне готовы К любому исходу Жаль вот только соседа Корнет юнца Мы стояли в огне Мы не кланились пулям Бог России и честь Наш девиз роковой И в болгарской Софии И в турецком Стамбуле Тот, кто выживет Вспомнит поход ледяной Мы мало знаем Страшный поход ледяной Корнилов участвовал там Так Известные песни Лирическая Тогда То тут война да война Сплошная Тут много про войну Ну так получилось Вы там сами прочитайте Вы почти остальные Все знают Там есть И бал При свечах И Набить бы кому-нибудь Набить бы кому-нибудь Морду И все такое прочее Я вам спою другую Лирическую песню Деревенскую Вот черт меня подересли Каждый из вас В юности Вот это все не чувствовал Да и взрел И возле не проходил И не обязательно в деревне Ну это этапы нормального Нормальной Нормальной жизни у человека Пока ты любишь И любят тебя Ты живешь Если не любишь никого Ты на кой черт Ты живешь вообще На этом свете Олег Ануфриев сказал Замечательный певец Все его знают Конечно Последнее интервью Произвез Что он говорит Не было бы смерти Чтобы мы знали Об жизни Вообще Зачем К чему и жизнь Ну вот Это воспоминания Путь будет Лирического героя Неизвестного науки Промчалось лето Жаркое Все шальное Ушло тепло Со скушенных полей А мы стоим Прощаемся с тобою У двух заветных Старых тополей А мы стоим Прощаемся с тобою У двух заветных Старых тополей Костер погас И песня не допета Пусть нужных слов Еще немало есть Но мы молчим Промчалось наше лето Когда еще Увидимся Увидимся Бог весть Но мы молчим Промчалось наше лето Когда еще Увидимся Бог весть А было так И что хотелось И что хотелось Каждому сбылось Мы лишь в одном С тобой не виноваты Что слишком быстро Лето Пронеслось Мы лишь в одном С тобой не виноваты Что слишком быстро Лето Пронеслось Я посреди Деревни На рассвете Прощусь Целуя Кончики Ресницы Пусть сплетут Досужие Соседи Про нас Еще Одну Из небылиц И пусть сплетут Досужие Соседи Про нас Еще Одну Из небылиц Нас Разнесут По городам И весям Стальные стрелы Скорых Поездов И все Что было Осень Занавесил Тяжелые Шторы Сизых Облаков И все Что было Осень Занавесил Тяжелые Шторы Сизых Облаков Спасибо Ой, да у меня где-то что-то было Спасибо Спасибо Тяжело Жарко Ну хорошо Худеть мне надо А тут я вообще Замечательно Практически ничего не делай Худей Нет, сказали Набирайте ваш прежний вес Игорь Николаевич Он не хочу Не хочу Я больше прежний вес набираю Да, вон сидит жена Мы поженились Я весил 92 А она там Чуть меньше 50 Сколько вы весили? Не вешалось? Пересвадьбы Кажется так Я 92 Ну надо же Ну вот не знаю Забыла Ну только лет прошло И как бы Ладно Не в том дело Так, эту песню я просто обязан спеть Значит, я прочитал стихи Лет было 15 Мне 16 А я тут как-то писал Мой, как же, творческий путь 65-го По настоящее время Ну вот А я прочитал Журнальные смены Были очень хорошие стихи Очень лирические Ну и прям хотелось Журнальные смены Там был кроссворд Еще там Ноты были Забрали Я больше не видел А песню запомнил Стихи Потом совсем недавно Я пел здесь у вас И несколько раз Потом мне один друг прислал Это что, пьешь Это же песня космонавтов Я точно помню О космосе Про космос Любимые песни Мне прислали Мои администраторы Что это песни космонавтов Которые пью Я говорю Не можешь этого быть Там о космосе Ни слова не было Там все про любовь Нет космонавта Я говорю А я-то думал Что давайте-ка Ребята закурим Перед стартом Любимые песни Ну у меня манера была Я не стану Которые я переделал Но бывает так Вот фильм Помню Мы с друзьями В кинотеатре Октябрьский Таганский Нас было 6 человек Мы рвали Посмотрите Таинственный монах был Там замечательная песня Мне понравилась Кресты вышивает Последняя осень По истертому золу Ну я ее один раз сюда Билет дорогий Не прорвешь Я написал То что думал Как помнил Там добавь свое Пела вся таганка Я не знаю почему Ну вот эта песня лирическая Ну деревенская тоже Не плагиат Потому что то что прислали В песне Пусть не наш с тобой Пусть не наш с тобою этот вечер Слышишь мать зовет тебя с крыльца Толико ждать до следующей До следующей встречи Не желают руки и сердца Толико ждать до следующей встречи Не желают руки и сердца Но не надо хмуриться ей Богу Прятать глаз отчаянную грусть Чем тебе поклястся не дотрога Чем тебе поклястся не дотрога В том что обязательно вернусь И не в силах я найти ответа Как собрать нечаянно могли Все тепло ромашкового лета Плечи загорелые твои Листопад легко по рощи бродит Прячет лето в пестрых тюрьмах Узкою тропинкою уходит Девушка с травинкою в губах Узкою тропинкою уходит Девушка с травинкою в губах Спасибо Забыл совсем одно Просто она для меня значимая Потому что мне Оля Ралисиана прислала Она отслеживает все И путь доблестный 860-го полка Я с радостью и удивлением узнал Что на выходе в 88-м году Они пишут кто-то Я не помню фамилию кто-то Из них пишут И вот это наши гарнизонные песни Гарнизонные песни Это вот, надень Мед на сердце Я думаю, надо же Файзабад, файзабад, не заради наград Мы два года тебе подарили И лежишь ты в горах У Памира в ногах Поржевшие от солнца и пыли И лежишь ты в горах У Памира в ногах Поржевшие от солнца и пыли Облака Облака уплывают в родные края Ветер пахнет черешни и хлебом Тополя, тополя Тополя над кокчою шумят Что столетие, что миг Караванщиков крик Так же эхо в горах повторяем И верблюды бредут Куда тропы ведут Меж горбами пуштунок качая И верблюды бредут Куда тропы ведут Меж горбами пуштунок качая И дневечер упал На расщелин искал Камни песни поют остывая И опять до утра Над кокчой трассера Как сгоревшие звезды мелькают И опять до утра Над кокчой трассера Как сгоревшие звезды мелькают Файзабад, Файзабад Мой товарищ и брат Мы не зря тебе год подарили Файзабад, Файзабад Ты и рай был, и ад Но таким мы тебя и любили Файзабад Файзабад Так, еще время есть? Приминуты Эту песню вы знаете Я просто сейчас пою Еще раз Она мне сам нравится Это тоже Белые движения Белые гвардии Как я это все вижу Ну а если вот Говорите о детсадах Верстаков Детсадовские песни Ветов году в 68-м Я влюбился Ну тут Чтоб жена не слышала В 68-м году Шепот-то по секрету В 68-м году На выпуске из школы Экзамены впереди Я влюбился Она была на 3 года Меня старше Училась в МГИМО Звали Нина Фамилия Нинель Дарни По отцу Француз У нее отец А так она Осипова Нина Нинель Дарни Это было Ну влюбился А я Тагянская шпана Играл в очко И все другие Игры проферансные На деньги Шатались По Москве По всей Дрались А тут влюбился А дед я был Дед у меня был портной Он меня обшил У меня такие вот волосы Не скажете Кожаный курк Широкие брюки Широкие брюки И хиповал я там Вовсю И китайская водолазка Где-то у отца Трофейную Нашел Какую-то Ну хорошую Я так и ходил Ну все дело Конечно плохо Кончил для меня Я там письма писал Но наехал На юг отдыхать Я не добрал баллов Баунский институт Ну не готовился Ну другие совсем Видения Какие-то там нафиг Эти физики Математики За что меня Троюрный брат Избил Когда узнал Нет он Он был там Головарь был Сейчас Бутаки называется А Троюрный брат Был главарем Хотя он был Всего на 3 года Меня старший На 4 Бил смертельный Говорит Отправляйся домой Родители уже жили На Ленинском проспекте Я оделся бабкой В Таганке Она жила рядом Отправляюсь немедленно И чтобы я тебя здесь Не видел Хоть один Говорит В нашем семействе Морозова Закончит Высшее образование Получишь И не возвращайся Пока не поступишь Я вам благодарил Он давно Потом он сел Потом Ну это долгая история Потом его убили А вот это Я такие песни писал Сколько? Ну 17 лет Она ходила везде В парикмахерскую Я как вот за ней Сидел там Жидал как собаку У подъезда Ее дожидался Она пошла Там ходила Передеваться Она как-нибудь Мужиком В другом ходила Вместе А я их эскор Что мужика Они сбили Наши Которые стояли И поджидали Когда он вернется Но у меня была Кличка Спартак И знали Что мой брат Голя Захаров И я их сопровождал Я влюбился потом Я их сначала Сопровождал А потом Влюбился И вот такую песню И вот такую песню писал На свидание На свидание На свидание не торопится никто Только я Только я У подъезда Целый вечер И не дождусь Вот козел На ладонях принесу, Отыщу фиалку сказочном лесу. Отыщу, отыщу, отыщу фиалку. Но она так и не вышла. На следующий день только дождался. Ну вот так вот. Жень, дядя, как ты? Детские страдания. Верстаков называет это. Даже его, когда он учился в Академии, он говорил, это детский сад, все. Как будто потом детский сад не продолжался. Долгие годы. И как в песне детский сад. 60 ровно как 20, ну а 70 ровно как 10. Но я чувствую, и на то ощущение вот эти ностальгические. И понятие мира такого, который был свободен. Так что вот. И Белая гвардия. Погода сегодня. Не к черту. Для злых и усталых мужчин. Набить бы кому-нибудь морду. Да нет подходящих причин. А небо, то дождь проливает, то снегом швыряет в лицо. Но так, господа, и бывает. Наверное, перед концом. А в памяти спутались горько Шрапнель в коллицейских полях, Больничные серые койки и дом с мезонином в филях. И парк, где влюбленные пары Скрывались в тенях тополи, Где часто с вином и гитарой Гуляло собрание друзей. Какие мы были задиры, Как смелые мы были в речах, Как ловко сидели мундиры На узких мальчишьих плечах. А нынче мы дьяволы, боги. Не дрогнет в сражении рука, Клинок загоняя по стойке Ворущее тело врага. Простите мое многословие, Не ведали мы наперед, Что будет еще при Азове И страшный ледовый поход. Не все одолеют дорогу, Не всем улыбнется судьба, Не все упокоятся с Богом На Сен-Женевье-де-Вуа. А нынче погода не к черту, Холодный туман от реки, Лишь теплая конская морда Касается мокрой щеки. Не должен обязательно спеть. Да не должен. Значит, эта песня называется «Возвращение» И Моим дорогим землякам Из Власева, Ныне Тлуховицкий район, Зарайский район, Город Коломна, Где три месяца Умирая, но выжил, Все-таки лежал мой отец. После того, Кого десантники Вытащили его, Послали на положение самолет, Полумертвый, Он лечился в одном госпитале. И мы И с Федором, Отчаянным воином, Охотником, Который стреляет во все, Что движется там. Такое вот. И вот Мы земляки С ребятами Коломенскими, Я считаю. Вот песню называют «Золотые мои земляки». Она Тем Ветеранам Живым еще И ушедшим В Коломне Славный город, Артиллерийское училище Не доучившись. Бросились под танки, Они стояли на... Расформировали Под коммерцией Одно из старейших Арт-училищ. Где учились Морпехи, Десантики, Артиллеристы, В общем. Обниму я Березу руками, Припаду К белоснежной коре. Я так долго Топтал сапогами Пыли, пепел, Дорог на войне. Обниму я Березу родную С незажившим Рубцом на стволе. Тонкой грудью Ты встретила пулю, Что была Предназначена мне. А там, Где мой дом, Там, Где мой дом, Скоро Сирень Зацветет В палисаде. Там, Где мой дом, Там, Где мой дом, Помнят ли там О солдате? Автомат, Закаленный в походах, Сняв с плеча, Положу на земле И лицо От студеного Холодного соленого пота Я отмою В холодном ключе. Я дошел От Москвы До Берлина, Я до Эльбы Дошел Атаки И в огне Прикрывали мне спину Дорогие Мои Земляки. А там, Где мой дом, Там, Где мой дом, Скоро Сирень Зацветет В палисаде. Там, Где мой дом, Там, Где мой дом, Помнят ли там О солдате? Вот стою На зеленой опушке Надо мною Звенит Тишина Не грохочут Ни танки, Ни пушки И закончилась Эта война. А за рощей Раскинулись Дали С непокрытой Стою Головой На груди Моей Парамедали Орден Славы И Шарам Пулевой А за рощей Раскинулись Дали С непокрытой Стою Головой На груди Моей Парамедали Орден Славы И Шарам Пулевой А там, Где мой дом, Там, Где мой дом, Скоро Сирень Зацветет В Палисаде Там, Где мой дом, Там, Где мой дом, Помнят ли там О солдате Там, Где мой дом, Там, Где мой дом, Ждут И грустя О солдате. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Есть. странный туризм из нашей группы любил любили весной в мае лазь по болотам то что осталось там после разлива вот так вот как черти в грязи на каких-то хочет ставили полянки песни пели вот вдоль аки любили ходить на майские три дня и забавная вещь там происходили когда мне болот вылезали а там иностранных туристов пришел что-то приехали и мы такие шляпы у всех драны написано в эту имени бауны и все морды в этой в грязи но а было озеро тихо недалеко между власть его было делать озеро тихо и оно заросло давно уже там воду черпали когда пожары были еще чего-то и в конечном итоге ничего от него не осталось одна грязь вот вот там иногда глуши и не только глуши а в одиночестве понимаешь больше чем в москве в шумном городе поэтому я москву давно не люблю а там есть о чем подумать и помолчать там так туристские песни 2 2 туристские песни но одна вот этой озеро тихо летний вечер над озером сизой дымкой качается и воде отражается желтый гребень костра еще долго до осени и не надо печалиться мы еще не прощаемся нам еще не пора еще долго до осени и не надо печалиться мы еще не прощаемся нам еще не пора над зеркальными водами страстники хороводами городскими заботами не болеет душа здесь на озере тихое утки плещутся дикие прячут тайны великие за стеной камыша камыша над палатками свечками елки елки тянут лапы доверчиво золотому огню и сквозь полых и алые вижу губы усталые хочешь самое главное я тебе повторю в этой тихой обители мы столичные жители изум восхищенные зрители нескончаемых пьес убежденные искренне в том что кажется жизнью нам допусти нас до истины край забытых чудес убежденные искренне в том что кажется жизнью нам допусти нас до истины край забытых чудес и еще минуты бух батальон разведка ладно батальон разведку батальон разведку образца 1975 года но в афганистане я рад там же не указано где это все происходит батальонная разведка была сорок пятого аж в афганистане кстати батальонная разведка она была отменена рот вроде полковая разведка а вот батальонная была на войне вот разведбатом батя мой командовал пятьдесят восьмом году на западном украине не добил он там кое-чего просто ну просто хотя покоренка пришла выздоровел но не добил уехал в москву стал следователем по особо важным делам при прокуратуре москвы но тоже не мог ну не важно очень посвящается всем боевым разведчикам хотя да не обидуются меня десантники когда я слышу что в афганистане никого не было одна десантура разведка и больше ничего под мастер был фестиваль все разведчики тут же перебрались в лес там бтр патриарх постер развели все разведчики и к чё то я спорил с кем да с кузей по моему я говорю слушай Кузнецов если в афганистане да детей нет если в афганистане все были десантники разведчики какого чёрта мы просрали афганистан за ними весь сельский союз там ну кто это а теперь я вижу то же самое по сирии надо же пятьдесят лет пятьдесят лет сирия была забита нашим оружием мы делали мощнейшую армию на востоке нацеленную против израиля но теперь мы с израилем вроде как в десна целуемся там а сирия воюет на стареньком оборудовании а где наши разведка а где военные спицы она наводнена была мощнейшая армия проспать там колонну игилов с на пальмиру которые ехали спокойно а а мы сами себя предали не туда и не в тех стреляли там я рассказываю ладно пою а на войне как на войне а нам труднее там вдвойне едва взойдет над сопками рассвет мы не прощаемся ни с кем чужие слезы нам зачем уходим в ночь уходим в дождь уходим в снег спасибо батальонная разведка тогда подпевать мы без дел скучали редко что ни день то снова поиск снова бой ты сестричка в медсанбате не тревожься бога ради мы до свадьбы доживем еще с тобой ты сестричка в медсанбате не тревожься бога ради мы до свадьбы доживем еще с тобой а если так случится вдруг тебя навек оставит друг не осуждай его война тому виной тебе наш ротный старшина отдаст медали ордена в разведке заработанные мной тебе наш ротный старшина отдаст медали ордена в разведке заработанные мной батальонная разведка без дел скучаем редко что ни день то снова поиск снова бой ты сестричка в медсанбате не тревожься бога ради мы до свадьбы доживем еще с тобой когда закончится война мы все наденем ордена гурьбою сядемся за дружеским столом и вспомним тех кто не дожил кто не допел не долюбил и чашу полную товарищем нальем и мы припомним как бывало в ночь шагали без привала рвали проволоку брали языка как ходили мы в атаку как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку табакам Батальонная разведка, мы без дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Спасибо Спасибо А? Шестой легион Чего спит еще? Шестой легион Шестой легион А, да, ну это не моя песня, ну ладно, мне очень нравится просто, я спою Ты уж извините Сейчас Спасибо огромное, спасибо, брат Спасибо Спасибо Послушайте, сейчас тогда спою Да, мне пес нравится, очень